МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После марш-броска в Курск соревнования снова вернулись в подмосковный Подольск. В очередной раз нас принимаем гостеприимный автодром «Лидер». Трасса «Лидер» знакома участникам турнира «Изикар» до каждой кочки. И многие из них смогут проехать ее закрытыми глазами. Я вообще выехал на эту гумбу без тренировок. У меня не получилось, были технические проблемы с тормозами. Тут ноги без тренировок. Кто учится, кто работает, семья, дети, знаете ли. Скорость для таких – хобби. Но на этапе очередной раз присутствуют не только любители. К примеру, Сергей Залесов, пилот «Ротокс Макс Юниор». Что же привлекает его в «Изике»? Здесь, мне кажется, атмосфера чуть-чуть потеплеет. Все друзья, все общаются между собой. Нет ни врагов, никого. Есть только соперники на трассе. Другие гонщики еще только планируют спортивную карьеру, и «Изикар» для них – хорошая стартовая площадка. Еще нужно опыта набраться. Я еще не могу сказать, что лучше всех. Есть в «Изикарте» предложение и для самых маленьких. Никто из нас даже не мечтал оказаться за рулем гоночного автомобиля в 4-летнем возрасте. А теперь – пожалуйста. «Карт» с мотором в 50 кубиков как раз подходит для самой младшей категории. Все команды тренера ребенок слышит по радио, прямо как пилот «Формулы-1». Этих юных спортсменов кто-то даже обозвал радиоуправляемые дети. И ведь не просто катаются, стараются правильно траектории прописывать. Процесс называется учебно-тренировочный сбор. И первое место занимают все его участники, которых на этот раз трое. По нашей информации, радиоуправляемых детей вскоре станет больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Победитель квалификации Иван Чубаров к каждой гонке готовится весьма серьезно. «Тренировок 4-5, 15 кругов где-то». В первом заезде ничего экстраординарного не происходит. Чубаров, номер 10, создает приличный отрыв и позволяет себе иногда даже расслабляться. Вторую позицию также легко удерживает Илья Трофименко, номер 9. Третьим по трассе движется Иван Кругов, номер 67. За ним Владислав Кабанов, номер 11. Активная борьба идет в середине пелетона. И наиболее успешным выглядит Георгий Малышев, номер 94-й, который после неудачной квалификации с 8-го места пробирается на 5-е. Финал 2-й. Предстартовые напутствия тренеров, родителей и судьи на выпуске. Напоминаю, в первом повороте гонка ваша не заканчивается. Старт проходит чисто, но дальше начинается довольно плотная борьба. Илье Трофименко удается опередить Ивана Чубарова, но ненадолго. Чубаров удачно контратакует, а Трофименко через пару поворотов совершает странный маневр, в результате которого разворачивается сам и прихватывает с собой Ивана Кругова. Самым основным моим соперником был Кругов Иван. В первом заезде он приехал за мной, все время прессовал меня. Во втором заезде мы с ним развернулись. Я успел пробиться на второе место. Он приехал то ли четвертом, то ли пятым. После досадного разворота Кругов застревает в трафике, совершает ошибки и вернуться в лидирующую группу уже не может. Финиширует он лишь шестым и пролетает мимо подиума. Вот вам и второе время в квалификации. Третье место в результате достается Владиславу Кабанову. Вторую ступеньку подиума оккупирует Илья Трофименко, а безоговорочным победителем этапа становится выигравший оба финала Иван Чубаров. Как выяснилось, в будущем он планирует выступление в картинговых классах с коробкой передач. В шифтер, в интерконтиненталь, я могу попасть еще. Шифтеров, куда планирует попасть Иван Чубаров, когда вырастет, на этот раз набирается пятеро. Наконец-то на трассу выходит Леонид Бахтиаров, обладатель шлема, который еще зимой раскрасил художник Алексей Валюшок. Помните сюжет про аэрографию? Представитель изи-карт в России Андрей Тимофеев в гонке хоть и участвует, но в протоколе у него стоит аннулировано. Тимофееву необходимо в гоночных условиях протестировать новый тип резины, который планируется использовать в будущем, и пока она не разрешена. Вот и остается он без очков. Аркадий Школьный, который на предыдущих этапах доминировал, на этот раз сталкивается с техническими проблемами. Нет проблем только у Павла Топоркова, который и становится победителем. Вместе с ним на подиум поднимаются Виктор Орел и Леонид Бахтиаров. Шифтер даже по изи-картовским меркам сложная техника, и пилоты больше борются со своими машинами, нежели между собой. Изи-карт 100 отличается от Изи-125, как следует из названия, меньшим по объему моторам. Но при этом меньше минимальная масса карта вместе с пилотом. Поэтому машина получилась резвая, и скорость у юниорского Изика ничуть не ниже, чем у 125-ок. Перспективная машина, и это будет довольно популярный класс через несколько лет. Два-три года. Раз уж даже пилот, хорошо зарекомендовавшего себя Ротекса, так говорит, значит правда. Пока класс Изи-карт 100 довольно малочисленный. На старте только 9 пилотов. Есть и проблемы, связанные с тем, что сотки в России только первый год. Запчастей нет, ничего нет, поэтому сегодня, может, не так быстро ехал. Но если придут запчасти, будем бороться до последнего. Игорь лидирует в общем зачете, но на квалификации у него лишь третий результат. Контрольное время у Сергея Залесова и Евгения Больших лучше. Ближайший преследователь Яворовского Игорь Герасимов тоже испытывает проблемы. В первом финале Яворовский номер 20 лидирует, но его прессингует Сергей Залесов, 18-й, и Евгений Больших, 52-й. Герасимов, номер 57, едет четвертым с приличным отставанием. Ближе к концу заезда Больших пытается с третьей позиции проскочить на первую, но не доводит дело до конца. А Герасимов тут как тут и проскакивает на третье место. Залесов, хотя и немного быстрее, до самого финиша пройти Яворовского не может. Максимум, что ему удается, оторвать передний отбойник, так называемую губу. Хороший человек Сергей Залесов на самом старте второго финала снова проверяет на прочность свою губу. На этот раз она остается на месте, но Сергей продолжает наседать на Яворовского. У того машина явно не едет. Коршень изнашивается, но как мотор уже ухудшается, ресурс был у него большой, когда... Первую позицию Игоря удержать все же не удается. Залесов находит брешь в обороне соперника и сразу же уходит в отрыв. Яворовский теперь вынужден отбивать атаки Игоря Герасимова. Несколько раз они меняются позициями, теряют на этом время и в результате мимо них проскакивает Евгений Больших. Такое положение вещей Яворовского явно не устраивает. Он пытается вернуть хотя бы второе место. На последнем круге ему это удается. Ну, у меня, конечно, сегодня все получилось. Ну, просто у того гонщика машина новая, она только вчера пришла, поэтому он и выиграл. По результатам двух финалов Больших становится третьим. Яворовский вторым, а побеждает Сергей Залесов. После участия в классе РМЮ можно сказать, что победа досталась довольно легко. А для себя я ставлю главную цель выиграть этот чемпионат и поехать в Италию на драг-финал. Вот она, истинная причина участия Залесова в гонках изи-карт. Кстати, на гранд-финал можно попасть не только победителю турнира, но тогда это будет уже не бесплатно. Это не замедленная съемка. Это старт с хода в исполнении класса изи-карт 125 лайт. Формирующий пелетон Алексей Сидоров, который жаловался на проблемы с тормозами, судя по всему, их решил. Для чего так ползти, спросит несведущий в картинговых хитростях телезритель. Тут есть подвох. Двухтактные двигатели картов долго работать на низких оборотах не могут. Заливается свеча зажигания. Но умело пережимая шланг подачи топлива, можно сохранить свечу сухой. Так еще до старта есть вероятность избавиться от части соперников. Вот один опасный конкурент уже отвалился. Это, конечно, не европейский уровень, но уже существенный. Когда, наконец, старт осуществлен, из соперников у Алексея Сидорова остаются только Евгений Федотов, 11-й, и Антон Переборский, 22-й. А наиболее опасные остались позади или вовсе сошли. Ну, побороться с лидерами тоже хотелось. Правда, не с лидерами пришлось бороться, а с совсем другими участниками. Но тем не менее, тоже неплохо. В самой гонке никаких существенных событий не происходит. В основном участники меняются местами из-за различного рода неисправностей. Светлана Пережогина, номер 79, теряет четвертую позицию из-за обрыва троса газа. Останавливаются Кирилл Школьный, номер 7, и Виктор Антонов, номер 12. Не везет и лидеру турнира, победителю квалификации Кириллу Чернышеву, номер 23-й. Из-за букета как технических, так и гоночных проблем в итоговом протоколе он лишь девятый. Из 13 участников класса финишируют только 10. На третьей ступеньке подиума оказывается Антон Переборский. Евгений Федотов получает кубок за второе место, а выигрывает гонку Алексей Сидоров. Стартовая уловка сработала, а для победы, как известно, все средства хороши. Это была моя первая полноценная гонка на автодроме «Лиза». Да уж, полноценная. Но победителей не судят, не так ли? Дурной пример, как известно, заразителен. И победитель квалификации в классе «Изикард 125 Хэви» Евгений Смелов на старте проводит ту же самую процедуру с пережатием шланга. Это ему удается еще лучше, чем Сидорову. Сразу несколько соперников не могут развить ускорение. В результате в первом заезде Смелов, номер 4-й, лидирует от старта до финиша. А Василий Ануфриев, номер 45-й, хоть и пытается достать Евгения, но тот едет безошибочно. Во втором финале старт выглядит более организованно. Смелов лидирует, но неожиданно вылетает с трассы. Ошибся сам, ушел на пыльную часть траектории. Плюс не учел того, что резина еще была холодная. На первое место вырывается Ануфриев, а на вторую позицию проскакивает Андрей Дельцов, номер 7-й. Оказавшийся за ним Александр Богданов, номер 13, теряет в борьбе всю ту же пресловутую губу и вынужден заехать в боксы для ее замены. Поэтому долгое время никто второй позиции Андрея не угрожает. Оказавшийся после своего разворота в самом хвосте пелетона Евгений Смелов, под конец заезда добирается до третьей позиции. Помогла гонка в Курске. После нее вот другими глазами посмотрел на эту трассу и кое-что для себя переосмыслил. Смелов стремительно догоняет Дельцова, но Андрею до финиша остается всего несколько поворотов. Тут на помощь Евгению приходят технические проблемы на карте Андрея, который останавливается на последнем круге. Третье место на этапе достается Сергею Мироненко, который провел одну из своих первых гонок на спортивной технике. Большей частью, наверное, помогли соперники, которые сошли. Ну, все равно, как бы, считаю, что и доля какой-то своих тренировок, своего мастерства, может быть, тоже в этом присутствует. Евгений Смелов финиширует вторым, Василий Ануфриев первым и побеждает на этапе по итогам двух заездов. Вася очень сильный и хороший соперник, интересный человек. Эту победу я ему подарил, потому что он собирался уходить. Да куда ж теперь уйдет Вася, когда он уверенно движется навстречу вожделенному итальянскому гранд-финалу. Четвертый этап национального турнира Изи-карта завершен. Теперь можно и шампанского попить. Смотрите в следующем выпуске картинга. Кубок губернатора Московской области Шесть классов от Микро до Ротакс Макс 112 участников, 18 призеров и только шесть кубков. На сегодня это все. Удачи в поворотах. Напоминаем, что все, что вы только что увидели, уже есть на нашем сайте. www.kartingdefis.ru Субтитры создавал DimaTorzok